Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как поступить в университет без помощи каких-либо агентств. Эта история будет на примере моего опыта. Я поступала в два университета Лондона, London South Bank, где я успешно отучилась на бакалавр Digital Film и Video, а также в University of West London, где я успешно получила диплом MBA. Для того, чтобы поступить в университет, надо всего лишь навсего предоставить полный пакет документов, которые университет, собственно говоря, и требует. Для того, чтобы найти, какие именно документы вам нужны для поступления в данный университет, вам нужно зайти на сайт университета, найти курс, который вы выбрали, и найти ссылку на то, какие документы нужно предоставить, чтобы поступить на данный курс. Для меня это был немножечко разный опыт, но, в принципе, документы всегда одинаковые. Это заполнение вот такой вот формы. Ее можно заполнить онлайн, ее можно распечатать. Где вы должны заполнить, во-первых, ваши фамилии, имя, паспортные данные, в общем, все контакты. Также, какой курс вы выбрали, с какого дня вы хотите стартануть, с января или с сентября. Мой последний университет был с апреля. Паспортные данные, кто вы, какой international student, значит, с какой страны прибыли. В общем, некие такие данные контактные и ваши личные. Дальше вам надо заполнить страничку о том, учились ли вы в Великобритании, где вы учились, какую школу окончили или какой университет. На моем примере первый университет, в который я поступала, я до этого училась на курсах английского языка и успешно окончила мою первую школу. Получила вот такой вот сертификат. И вторую школу в Хаммерсмите я училась. Вот такой вот тоже мне дали сертификат, где, в принципе, написано посещаемость. Аттенденс – это 99% посещаемости. Это очень важно для иностранных студентов, которым нужно получить студенческую визу. Если вы учились в Великобритании, вам обязательно надо показать вашу успеваемость и ваш процент посещаемости уроков, потому что это очень важно для визы. Если вы посещали в районе 97-99%, это хороший результат, и вам без проблем дадут визу. Если вы пропускали очень много занятий, могут быть проблемы. Поэтому, если вы учитесь в Великобритании на студенческой визе, пожалуйста, не пропускайте уроки, иначе вас могут депортировать и потом не дать вам визу. Дальше. Вы описываете свое образование. Ну, в принципе, это примерно как резюме, составить резюме для университета. Вы описываете свое образование, где вы учились и что вы окончили. Не только в Великобритании, но также и в России. Вот у меня было и высшее образование, и музыкальное училище, и школа. Это все я написала в этих графах. Дальше, если вы не учились уже в Британском университете, вам нужно предоставить уровень своего английского языка, который подтверждается сертификатом IELTS. Раньше был TOEFL и IELTS, сейчас только IELTS для Великобритании. TOEFL остается для Америки. Если раньше я сдавала TOEFL для того, чтобы продлить свои курсы английского языка, то с какого-то года TOEFL уже перестали принимать на то, чтобы продлить студенческую визу. И после этого я должна была сдавать IELTS. IELTS я сдавала два раза. Первый раз у меня было 6 баллов общее число, второй раз 6,5. Какой общий балл должен быть для прохождения в тот или иной университет, узнавайте в самом университете. Мне и 6 баллов хватало на то, чтобы поступить в Лондон-Саусбанк-юниверситет. Но так получилось, что позже я сдала на 6,5. Если у вас уже был окончен университет в Великобритании, как, допустим, у меня, когда я поступала в свой второй университет, на магистровский курс, мне уже не надо было сдавать экзамен по английскому языку, так как окончание бакалавра в любом британском университете считается подтверждением того, что вы знаете английский язык на уровень обучения в высшем заведении в Великобритании. После того, как вы заполнили данные о вашем уровне английского языка, вы заполняете дальше, как в резюме, места, где вы работали, как в Великобритании, так и в России. Если вы вообще работали. После чего вы подписываете декларацию, что вы согласны с условиями университета, ставите дату и отправляете эту анкету вместе с оставшимися документами, которые требует университет. Для каждого университета обязательно нужно написать мотивационное письмо. В основном это одна страничка, где вы пишете «Дорогие мадам» или «Сэ» и описываете, почему вы выбрали этот курс, кто вы такой, что вы окончили, где вы работали и для чего вам нужно обучение в этом университете именно на этом курсе. Также вам надо предоставить два рекомендательных письма. Одно должно быть из академического источника, то есть я просила своего преподавателя английского языка написать рекомендательное письмо для того, чтобы поступить в университет. Он написал, что я хороший ученик, постоянно посещала уроки и трудоспособная, и ответственная. А также в тот момент я работала волонтером из Лондона в российском проекте «Ты репортер» от Реоновости и попросила их написать мне рекомендательное письмо, что так как я поступаю на курс диджитал-фильма и телевидения, что я готова к этому обучению и что мне очень хочется окончить именно этот курс. Они мне предоставили вот такое письмо. Всё это пишется, естественно, на английском. Если у вас написано письмо на русском, вам нужно предоставить сертифицированный перевод или просто перевод. Для писем, возможно, просто перевод. А сертифицированный перевод вам нужно предоставить для ваших дипломов. В основном сертифицированный перевод делается в такой организации, которая называется НАРИК. Но лично мои дипломы я переводила еще, когда я жила в Тольятти, там я просто пошла к переводчику, который перевел мне и заверил вот эти вот дипломы печатями с подписью, и они, в принципе, прошли для университета Великобритании. Естественно, все дипломы, которые у вас имеются до поступления в этот университет, будь то школа, будь то диплом российский высшего образования, будь то колледж, будь то университет Великобритании, все эти дипломы надо предоставить для университета, в который вы поступаете. Ну и, естественно, вам нужно оплатить хотя бы половину стоимости курса, на который вы поступаете. Если это лондонский университет, в основном стоимость курса составляет 10, 11, 12 тысяч фунтов в год. Естественно, Oxford, Cambridge, они стоят дороже. В том году я смотрела, по-моему, 25 тысяч в год. То есть у каждого университета своя цена. Когда вы оплатите половину, лично я платила сразу полную стоимость, потому что в London Sassbank University, например, была скидка. При полной оплате курса вы можете получить 5% скидку. Минус 1 тысячу я получала бирсери, спонсоршип, потому что я уже была взрослым студентом, имеющим уже одно высшее образование, и я показывала серьезные намерения того, что я пойду учиться в этот университет и благополучно его окончу. Поэтому вот таким студентам, взрослым, по-моему, от 25 лет дается еще самим университетам такая вот стипендия. Спрашивайте об этом обязательно, когда поступаете в университет. Для того, чтобы получить студенческую визу, нужны будут еще кое-какие документы. Об этом я расскажу вам в будущих своих роликах, как получить студенческую визу и как сдать экзамен IELTS. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами, а говорю до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok